Совет улемов Таджикистана призывает к службе в армии. На Сахалине искалечен мигрант из Таджикистана. Куляб, рейды за хиджаб. Совет улемов Таджикистана издал фетву относительно службы в рядах вооруженных сил Республики Таджикистан, где призвал молодых граждан страны не уклоняться от воинской службы. Соответствующее обращение было опубликовано на сайте Исламского центра Таджикистана. В фетве, в частности, говорится, уклонение от исполнения священного долга защищать Родину является тяжким грехом, а те, кто способствует его совершению, также совершат грех. Кто любит свою Родину, должен быть преданным своей Родине, нации и культуре, так как любовь к Родине, защита Отечества, территориальной целостности, безопасность и стабильность, поклонение своей культуре и национальным ценностям является долгом каждого мусульманина. Любовь к Родине является одним из показателей имана, веры, говорится в заявлении. Один из жителей столицы рассказал нашей редакции на условиях анонимности, что 12 апреля во всех мечетях Душанбе пятничная проповедь была посвящена именно этой теме. Народ в большинстве своем и так относится с недоверием к проправительственным имам Хатыбам из-за оправданий любых действий режима. После окончания молитвы большинство прихожан выходили из мечети, и на их лица было явно заметно возмущение, от некоторых даже можно было услышать ругательство в адрес муфтия и совета улемов, сообщил горожанин. Наблюдатель отмечает, что официальные религиозные деятели в Таджикистане уже давно стали рупором государственной пропаганды режима Рахмона, который навязывает населению идеи национализма и патриотизма, пытаясь вытеснить тем самым ислам из жизни общества. И несмотря на тот факт, что прохождение армейской подготовки и на самом деле является обязанностью каждого мужчины, согласно исламу, при Рахмоне армия играет в Таджикистане скорее декоративную роль, нежели является гарантией независимости государства от внешних угроз. Ведь ни для кого не секрет, что российская военная база находится в 40 километрах от Душанбе, а на каждом пограничном пункте по умолчанию постоянно находится российский военный советник, что ставит под вопрос наличие суверенитета у Таджикистана. В городе Душанбе, в городе Куляб, в городе Курган-Тюбе, где дислоцируется военная база. В Сахалинской области Российской Федерации был жестоко избит житель Таджикистана Каримхон Таксиров и его сын Муборакшо. Трагедия произошла вечером 7 апреля в селе Восток Паранайского района Сахалинской области. Младший брат Каримхона, Хусниддин Таксиров, рассказал сайту Ахбор некоторые подробности случившегося. Во дворе дома Джабора к нему стали приставать четверо подвыпивших местных мужчин. Муборакшо, который учится еще в школе в 10 классе, испугался и побежал в квартиру Джабора. Но мужчины догнали его там и избили. Ему Боракшо и жену Джабора. Самого Джабора в то время дома не было, и его супруга позвонила моему брату и сообщила о том, что пьяные мужчины вошли в ее дом и их избивают. Каримхон, естественно, попрощался со мной и побежал туда. Он смог пьяниц вытолкать на улицу, но во дворе один из них взял арматуру из багажника своей машины и, подойдя сзади, со всей силой ударил Каримхона по голове. В результате Каримхон перенес сложную семичасовую операцию на голову и находится в коме, а его сыну наложили гипс на сломанные пальцы, рассказал он. По словам врачей, скорее всего, Каримхон больше не сможет разговаривать. Между тем, полиция отпустила всех четверых нападавших сразу после их допроса, сказав при этом, что дело расследуется и необходимости брать подозреваемых под стражу пока нет. Они как-то реагировали на ваше замечание? Да никак, я продолжал его. Несмотря на регулярные заявления властей Таджикистана о том, что никаких запретов на исламскую атрибутику в стране не существует, а идея ношения так называемой национальной одежды носит исключительно рекомендательный характер, рейды по выявлению и задержанию с последующими требованиями снятия хиджаба в отношении соблюдающих исламское деяние жительниц продолжаются. На этот раз жертвами такого рейда, организованного Комитетом по делам женщины семьи, стали мусульманки-жители города Куляб, Хатлонской области. Об этом сообщили несколько активных пользователей Фейсбука. Пресс-служба Управления Хатлонской области Комитета по делам женщины семьи сообщила радио Азади, что разъяснительные беседы с жительницами города Куляба проходили с 1 по 11 апреля, в ходе которых представители Комитета посетили более тысячи домов. Также был проведен рейд на рынке Сахават, города Куляба, в ходе которого задержали 48 девушек и женщин в хиджабе. Наша редакция побеседовала с жителями Худжанда и выяснила, что на севере страны подобные рейды и не прекращались. Представители Комитета по делам женщины семьи в сопровождении сотрудников силовых структур периодически ходят по домам с проверками и требованиями отказаться от хиджаба, что сопровождается угрозами привлечения к ответственности, наложения штрафов и административного ареста. Комитета по делам женщины